Доброго здоровьи, уважаемые посетители канала! Я только что закончил свой тренинг такой. Тренинг мне понравился. Тренировочка такая была, ну можно сказать, средняя, но показала, что толк есть от того, что я тренажер там переделал и прочее-прочее. Ну а мы с вами, а мы с вами, мы с вами, кот-бегемот, так, перейдем к вашим комментариям и упоминаниям. Что я хочу сказать? Сяду, чтобы ракурс был другой немножко, немножко другой был ракурс. Как сказать, я не казался слишком толстым. Чтобы я не казался толстым, нежели я есть на самом деле. Видите? Могучий грудник и так далее. Кстати, грудник у меня от природы был не такой большой. Я его расширил, занимаясь в свое время тренировками. Итак, комментарии и упоминания. Вот пишет на предыдущую видосик, аутоиммун, карасины, склероз и прочее, Зинглер Плей. Давайте посмотрим, кто это такой. Зинглер Плей. Ага, смотрите. У него канал есть. 88 видео, 47 подписчиков. Каспий, Дагестан, то есть человек увлеченный по-своему. Я так понимаю, где-то даже-то путешествует. 47 подписчиков. Ааа, ну ладно. Так вот, этот... Этот подписчик пишет. Пять дней изменено. Ух ты, пять дней назад. А, из моего ответа. Что ж так, что такое? Угу, вот, все. Час назад. Хорошо жить в неведении. Знаете, хорошо жить в неведении до определенного момента. А этот момент, знаете, наступает тогда, когда вас погонят на убой. Вот в неведении даже все есть. Та-та-та-та-та-та-та. Прекрасно, отлично. А потом только охопочки, грубо говоря. Швейцарская клиника. Супер-дупер там профессионалы. Вы туда приходите, чтобы, так сказать, в расцвете сил, так сказать, и материальных накоплений, проверить свое здоровье, чтобы дальше жить и наслаждаться. И вот вам делают, чтобы лучше там что-то просветить или так далее. Говорят, для того, чтобы лучше увидеть, мы с вами сделаем МРТ и введем там контрастный какой-то раствор. После которого, как в народе говорят, человек склеивает ласты. Жить хорошо в неведении до вот этого момента. Так, хорошо не знать об этом предмете, как, о таком предмете, как микробиология. Ну, может, кому-то интересно не знать об этом. Ну, просто, опять-таки, мы с вами просто беседуем. Вот если я человек, который заслуживает вашего внимания, потому что я надеюсь, что я беседую с людьми, которые самостоятельно мыслят, мы с вами беседуем, делимся, так сказать, мыслями. Ну, вот здесь поделился и микробиология. Лично меня кое-что интересует. Кое-что интересует, потому что от этого зависит качество моей жизни. Например, такие вещи, как, допустим, грибки на ногах. Такие вещи, как, допустим, горпес. Такие вещи, как стоматит. Это то, что кроме грибка на стопах ног, это то, что у меня там было. Как с этим справиться, иначе, вот, не зная об этом предмете, а этот предмет просто-напросто вас со временем съест. И вот, опять-таки, вы сами порассуждайте. Вот онкология возникает, вот она возникает. С чего бы там она возникала? Лично я считаю, это эволюция, внедрение тех же микропаразитов, типа бактерий, грибков и прочее-прочее, которые начинают жить в организме, захватывают потихонечку организм, и только, опа, и, кажется, и кирдык пришел. А мы об этом не знали, а мы там не думаем. Вот лечат онкологию, а при этом даже они не смотрят на человека в целом, а там у него такие грибки на ногах, что десятилетиями у него были, которые, естественно, дали свои соответствующие результаты. Эволюция, эволюция всех этих микропаразитов. Итак, дальше пишу. Поверю в ваши опусы, видите, в мои опусы. Якобы это мои опусы. Не то, что я вот написал книги, опираясь на общечеловеческие знания и так далее, и так далее, а это все, как бы сказать, то есть человек не понимает, где рассказывается о клизме, а где рассказывается эта общечеловеческая процедура, придуманная там много тысячелетий назад, а где мой опус? Вот это вот разница. То есть, поэтому я вам и предлагаю, чтобы вы думали здраво, рассуждали, где что вам преподносят. Кстати, я посмотрел тут, между делом, посмотрел, вот был день медработника, и я, знаете, как-то с такой ясностью и понятием для себя уяснил. Это несчастные люди, медики, они работают там, кто там за гроши, кто там за большие деньги, работают в этих клиниках, сидят вот этот, вот этот, вот этот, с больными там имеют дело и так далее, и так далее. И им, собственно, то есть, они вроде бы как лечат людей и пытаются их сделать здоровыми, сами, пропадая дни и ночи, потому что надо, чтобы что-то иметь, полторы ставки, две ставки, еще где-то там подработать. Вот, свое здоровье, они не следят, они не здоровы. Потому что вот эта вот работа им не дает времени подумать о том, а как быть здоровым. И вот, что касается именно здоровья, здорового образа жизни, в этом плане, в этом направлении работают единицы. И более того, работают единицы, единицы важно своим собственным примером показать, о чем мы достигли. Вот если люди там лечат, 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 а потом сами только, хоп, онкологией заболели, и все, лечат, 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 сами там болеют, там, герпесом, сами там болеют каким-то там псориазом, сердечно-сосудистыми, хотя там делают операции и так далее. Ну, 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 что это такое, как бы сказать? Ну, что это такое? И вот, те люди, которые действительно занимаются, здоровым образом жизни, и занимаются не год, не два, даже не десять лет, а занимаются, вот, как я, всю жизнь, вот, а что за результат, в конце концов, они могут показать? На него можно равняться, или не можно равняться? Я вот вам показываю, ну, вы там смотрите, вот, рассуждаете, что, что, как, пятое, десятое, ну, вот, вот этот, посетитель как раз пишет, поверю в ваши опусы, если излечите у себя аллопецию, а у меня нет аллопеции, вот в чем дело, аллопеции-то нету, вы хотя бы понимаете, что такое аллопеция, чтобы вы были в курсе дела. Кстати, вот, на прошлое, на, вот, прошлый видосик, вот это, аутоиммунка, рассеянный склероз, то есть, кот-бегемот написал кучу рецептов, якобы, на рассеянный склероз, хотя там, эти самые, направлено, то есть, непонимание, люди думают, что рассеянный склероз, это больные сосуды, а рассеянный склероз, оказывается, это больная нервная система, значит, разрушается нервные волокна, там, по каким-то там причинам, но это не сосуды, и вот, перечисляет, вот эти рецепты, и так далее, у меня просьба, просьба ко всем, не надо писать, какие-то рецепты, на моем канале, заведите свой канал, и там, что хотите, то и делайте, не надо писать, на моем канале, рецепты, которых вы не делали, которых вы особо и не проверяли, и не знаете, и вот так получается, что рассеянный склероз у вас, эти самые сосуды, аллопеция, это у вас там, вы думаете, что это витилиго, аллопеция, я-то понял, с чем эта связь, вот, и получается, вы даже сами не понимаете, что, грубо говоря, вы несете, что вы пытаетесь советовать, и так, я от вас желаю, чтобы был изложен, если вы хотите, поделиться своим собственным опытом, а вот я делал, действительно, там, вот такой-то рецептик, я взял, я сделал, у меня, грубо говоря, там сошла бородавка, я сделал, то есть, все, пятое-десятое, у меня там давление там понизилось, и вот она понизилась, и больше не повышается, ну, примерно так, а не то, что откуда-то взяли, там, у Степановой травницы, еще у кого-то, еще у кого-то, и так далее, и вы это все тут, это само, вот, я мол, что знаю, а, на, на поверку, оказывается, а вы ничего не знаете, вы в такую несете, знаете, вот, вот, надо туда идти, а вы совершенно в другую сторону, ну, вы же читали, рассеянный склероз, это сосуды, а это нервы, аллопеция, это когда волосы выпадают, грубо говоря, человек лысый там становится, да, и причем там, так своеобразно, лысый, вот, а витилиго, это совершенно иное, вот, значит, это пояснит, дальше идем, а так все сказки для детишек, ну, как слабо, вот, знаете, опять-таки, я уже в который раз там рассказываю и так далее, вот, мне идет 70-й год, за это время, все, что, вот, мне хотелось, я этого добился, добился, пришел с такими вот результатами, вы видите меня внешне, значит, вы там, глубоко говоря, благосостояние, и так далее, и так далее, энергетику, и прочее, 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 кстати, трое детей у меня, так, между делом, вот, я добился для себя, и, не то, что я кому-то там показывал, что я там лучше, или еще что-то, еще что-то, вы, ну, не будем говорить вы, а я, я показал себе, что я чего-то достоин в этой жизни, я свою жизнь сделал совершенно иной, так, насчет, значит, вот, витилиго, я еще разок повторю, и больше я к этому, к этой теме не буду возвращаться, а я-то знаю, вот, не зря я вам говорил, что, прежде чем от чего-то лечиться, надо узнать причины, от чего там, допустим, возникает та же витилиго, витилиго, это белые пятна, ну, вот, у меня на руках, вы видите, белые пятна, да, как это все появилось в первый раз, я уж не буду рассказывать о том, что роды, когда я родился, были очень тяжелыми, что меня отнесли умирать, ну, не умер, отдали, так сказать, мамки и так далее, так вот, вернемся, значит, дальше, то есть, это было сильнейшее потрясение, это первый, так сказать, огромный удар, который уже оставил свои какие-то следы, ну, какие следы, я так вспомню, я, грубо говоря, с вами беседуем, откровенно, честно, но долго писался, то есть, я не мог уловить вот этот, как бы сказать, момент, когда надо вставать и идти, значит, в туалет, то есть, где-то, наверное, лет до трех, что я уже помню, хорошо, вот, ты такой большой, и так далее, писался, значит, все, ну, теперь уже не писимся, это так, то есть, какие-то, какие-то вещи оставили, вот эти роды, далее, в семь лет, после того, как окончил я первый класс, меня, для того, чтобы отдать в пионерский лагерь, надо было собрать документы, ну, вот, с отцом мы ездили там, по этим больницам, собирали документы, и я, идя домой, отец говорит, ну, я сейчас поеду туда, там, что-то там заберу, а ты иди, сынок, домой, и я, вместо того, дитё, малое, неразумное, чтобы сзади автобуса, дорогу переходить, я думаю, сейчас я как, ломанусь, спереди автобуса, быстренько перебегу, вроде оттуда нету, и значит, я быстро, а как раз машина заехала за автобус, и я её не видел, и я выбегаю, и меня, значит, там, Бобик, Рафик этот, военный, сбивает, вот, просто сбивает, получился, не такая травма получился, хотя, вот у меня, одна нога слабее, по-моему, левая слабее, и здесь, здесь остался, даже где-то шрам, он уже, конечно, уже его особо не видать, вот она стала слабее, вообще, левая половина, из-за этого, видать, левой половиной, я вдавился, она стала, ну, процентом, наверное, на 10-15 слабее, чем правая, а может, а может, так и должно быть, ну, я же с вами беседу, рассуждаю, вот, то есть, было потрясение, и вот, после этого потрясения, примерно, месяца через полтора, возникли, вот эти вот белые пятна, сказали, витилия, ага, ну, витилия, витилия, ну, что, смотрите, было потрясение, и для того, чтобы его убрать, надо, значит, вот это потрясение вывести, естественно, обратились к врачам, что сделали врачи, врачи, значит, на это, на потрясение, то есть, вот, на причину им, ну, они не знают, и им наплевать, ага, белые пятна есть, значит, их как-то надо убрать, как, как надо убрать, есть такое, значит, тогда лекарство, бероксан, довольно-таки, дорогое, редкое было, значит, в виде, это, раствора, мажешь, на эти белые пятна, и они подвергаются кварцеванию, и плюс еще таблетки, ну, вот, где-то я, наверное, около месяца, или недели три, примерно так, пролежал, вроде бы, они начали, покрылись, сначала, вот этими пятнышками, пигментами, вроде как, дело пошло, потом, нет, все, пропало, никуда, ничего, то есть, как были белые, так и остались, и вот, от этих таблеток, они, видать, довольно-таки, какие-то сильные, у меня, развилось, мало крови, и вообще, что-то стало твориться, грубо говоря, с психикой, я говорю, мамка, забирай меня, я тут уже не могу, и прочее, 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 там, лежать в этом, кожно-венерическом диспансере, ну, ладно, значит, убрали меня оттуда, пятна, как были, так и оставались, ну, ну, и, так как у нас, родная сестра, моя тетя, в Сочи жила, мы к ней приезжали отдыхать, она там встречалась с профессором, ну, и профессор говорит, ну, хрен его знает, что, что, возможно, раз, это и спух, надо его еще, еще разок напугать, а там, что получится, что получится, то есть, не вывести, а, якобы, клин клином, может, дурачком станет, а может, все это пройдет, ну, мать послушала все эти рассуждения, про фессора, или какого-то там, этого самого, консультации, не стали делать, но, это, вот, один год я лечился, другого год там, еще, короче, на девятом году, как раз я закончил школу, каникулы настали, и, маманька нашла бабушку, которую выливает испуг, что в собой представляет процедура выливания испуга, значит, ты приходишь к этой бабушке, садишься, она наливает в ковшик воды из-под крана свежей, держит его над головой у тебя, и начинает шепотом, именно шепотом, который вводит вот в транс, который вводит в гипноз, и так далее, начинает читать длительную молитву. Значит, вот этот мозг туда, грубо говоря, сознание погружается, ты расслабляешься, расслабляешься, а вот этот, возможно, ну да, расслабляйся, и вот этот вот вся, как бы стоит, вот этот вот испуг, переживания в виде, будем говорить, сгустка информации, информации, как бы сказать, он тут где-то у нас над головой и плавает. Это очень интересная вещь, и вот если рассматривать ауру, и что в ней находится, какие эмоциональные переживания были, и там испуги, и прочее, 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 какие у нас эти самые комплексы и так далее. Все это имеет свой собственный отпечаток. Ну, короче, вот этот, идет, значит, минут 10-15 расслабление такое полнейшее, знаете, вот-вот, ты куда-то провалился на раз, потом она заберет этот ковшик, а одновременно с этим она, то есть, она ставит сковородку с воском для растапливания на такой огонь. И вот как раз заканчивается вот эта вот молитва, чтение молитвы, воск растоплен, она этот ковшик с водой с головы снимает, и туда только раз выливает вот этот растопленный воск, и там смотрит, ну, там говорит, вот так, это вот так, это там, ну, воск, короче, застывает. Я так понимаю, воск застывая, застывая, вот это все еще снимается, то есть, расслабляется, снимается на воду, и далее это все еще, когда воск льется, запечатывается в воске, то есть, вот эта вот информация. Ну, было сделано где-то 3-4 сеанса, мне даже понравилось вот это вот, все это расслабление, сначала настороженно относится, а потом, вот как, знаете, вот, даже хочется. И примерно месяца, вот это вот в начале лета было, значит, сеансы это, а в конце лета, в конце лета, я смотрю, опять нас практически уже сошли, там, знаете, остались какие-то махонькие следы. И тут-то, тут-то, а это, я думаю, уже карма, уж извините, я так беседую с вами, что я ночью, идя с туалета спать, 9-летний ребенок, пугается собственную бабушку, которая приподнялась, ну, я шел среди ночи, темно, полусонный, вот, и она приподнялась и говорит, это ты, Гена? И я среагировал на это черное. Значит, а тут был испух, так уж испух, я там заорал дико, я чувствую, что-то еще у меня внедряется сверху. Я так сжался, ну, вот это вот, можно сказать, сущность, можно сказать, все, что угодно или еще, но я просто вот чувствовал какое-то внедрение. Залезло вот это вот ерунда. После этого, после этого у меня, значит, эти пятна стали еще больше, и мне пришлось, вот знаете, как бы преодолеть вот это стеснение, вот этих белых пятен и прочее, 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 прочее. Некоторые не любят, что прочее, прочее, прочее. В этих прочее, прочее, прочее заложено очень много самых разных переживаний. Когда ты стесняешься подойти к девушке, когда ты стесняешься там, грубо говоря, показать руки там, когда ты стесняешься раздеться в бане или еще что-то. А оказалось, оказалось, да все эти там пятна, лишь бы ты их вот так не выпячивал, они только у тебя в сознании, никто особо на них не смотрит. Покажи свою, будем говорить, сущность, что ты с тобой представляешь. И люди на это начинают реагировать, а не на то, какой ты там внешний. Они реагируют на твое внутреннее, внутреннее твое содержание. Это я вот понял. И я теперь понял, что должно быть сильнейшее глубинное расслабление, которого я пока достичь не могу. Я думал, с помощью 40-дневного голода это сделать. И там, конечно, и опухоль вывел попутно, что очень хорошо. Пока я этого не сделал. Получится, так получится. Но это мне перестало мешать в жизни. Вообще перестало. Я уж не хочу говорить такую вещь, что некоторые считают, что вот эти белые пятна витилиго говорят о какой-то там избранности и так далее, и так далее, и так далее. Говорят и говорят. Вот, что касается, значит, вот этой Аллопеции, которая неправильна. Кстати, и Аллопеция возникает от того, что человек испугался. Ну, как испуг. Я для себя разобрал вот это лечение там витилиго там различное и прочее, прочее. Но я понял для себя одно. Если это возникло от потрясения, надо это потрясение убрать. А не то, что будем мазать, будем тереть, будем что-то есть, или еще так далее, и еще так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я вот вам рассказал, вот это вот правительство, как бы сказать, открыто, я открыт. Видите, меня уже как-то ничего там не сдерживает. Как-то я говорю, он ушел из-за того, что у него появились белые пятна, и он ушел с телевидения. От 700 тысяч рублей в месяц из-за пятен не уходят. Уходят. Уходят совершенно по другим причинам. Ну так. Так что, ну как слабо, а что мне там слабо, не слабо. Еще разок я хочу сказать, что... Все, что вот я себе хотел, я это, это доказал себе. И это самое важное, не кому-то доказать, не еще там, ой, я вот такой-сякой, а себе доказать, чего ты достойный. Ну ладно, значит, дальше, дальше, этот самый, тут вот как раз ответить. Я ответил, и пошли еще. User KG8UF2SH2V, 47 минут, изменено, значит, написал. Микробиология, это прекрасно, а вы поголодаете дней 16, как и недавно. Столько черной желчи выйдет наружу, что снизится нужда в микробиологии. Ну, как говорится, можно и так. Есть. Далее, значит, вот опять теперь вот как раз вот этот Зинглер Плеер, 1557, 3 минуты изменено, то есть свежачок, свежачок, читаем. Геннадий Петрович, спасибо за ответ, но когда попробуйте отрасти... А, ну тогда попробуйте отрасти волосы на голове. Вот, е-мое, отрасти волосы на голове. Это, как бы сказать, иная тема. У одних это нормальное явление, как, грубо говоря, облысение. Это не из-за того, что что-то там человек там болен или еще. Да просто конституция желчная. Желчная конституция предрасполагает тому, что у человека выпадают волосы. А у меня как раз она желчная. Лысина. Вот, ну, я-то вижу нормально, оно так вот сблизи. Очки там, загораю и так далее. Вот. Отрасти волосы на голове. Вот надо что-то отрасти. А если у меня член стоит, знаете, вот так, как он, грубо говоря, последние лет 20 не стоял. А вот это вот достижение или это не достижение? Вот что лучше? Лысину зарастить или, будем говорить, вот эти вот вещи бы, да? Это будет то же самое, что восстановить разрушенные аксоны в белом веществе ГМ. Так, я тоже уже себе все доказал. Ну, благодаря изучению микробиологии подсказки врачей, микробиологов, которые вы высказывали и доказывали при помощи методики лечения, что РС, рассеянный эксклюроз, это инфекционное заболевание, передающее воздушно-камерное, я так понял, рассеянный эксклюроз. Впрочем, как и ковид, который также в ряде случаев вызывает рассеянный эксклюроз, РС. Ну, РС, я так понимаю, это. Если вы прочитаете учебник по микробиологии, под редакцией зверя, то найдете, что бляшки, это разрушенные вирусом колонии клеток, как-то так. А о чем я говорил? Я говорил, что имеется какая-то причина разрушения вот этих вот оплетки, этих нервных волокон. Я же об этом говорил. Или вы это пропускаете? Что причина какая-то есть. То, что в ряде случаев фарма нам необходима, это факт. А позвольте, фарма необходима, это факт. А в начале, что делалось, из чего, как бы сказать, лекарства делались? Да они делались на основе растительного сырья. На основе растительного сырья делается и фарма, качественная. А если вы фарму какую-то, грубо говоря, из нефти делаете там, и опять-таки, опять-таки, вы думаете, вот этим одним курсом все это сделаете? Вон, грибок лечат. Но сколько там надо этого грибка, этого самого курсов, когда там все в организме. Лечит, 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 лечит. И вот так вот. Необходимо, это факт. Ну, применяйте, если факт, применяйте. Я, допустим, грубо говоря, лучше приму керосина, если это мне потребуется, нежели там эту фарму, которую надо потом выводить. Это же важно понимать, что ввести там и введем. А как мы это все выведем потом? Так. Так. А все заболевания передаются, когда люди находятся в скучных условиях, при отсутствии вентиляции. Ну, ну, ну и что? Порой для животных созданное слово лучше, чем для человека, а растений с вырослой себя я вылечил. Ну, хорошо. Я рад за вас, что вы вылечили. Вот. Можете даже теперь, знаете, вот мне интересно больше послушать не вот то, что вы написали там какие-то таймы-то, а просто напишите, вот у меня во столько-то лет появился рассеянный склероз. Симптомы рассеянного склероза были вот такие-то, такие-то, вот год, сколько вам, значит, было лет, после чего это появилось, очень интересно знать, вот не было, а потом появилось, там, переболели, не переболели, или были в скучных, там, условиях, там, каких-то там, ну, вот это там. И потом, значит, что вы начали делать? Вот, грубо говоря, вот меня теперь интересно, такие-то лекарства, такие-то, такие-то, курсы у вас, такой-то, 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 и всё. А вот, будем говорить, как бы сказать, альтернатива. Проверить действия гравитационной гимнастики Самодумова решили в Америке. И для этого, для этого, ему в соответствующую клинику дали больных рассеянным склерозом. И вот он их вылечил без единой таблетки с помощью вот этих вот упражнений, которые повышают энергетику. А что делает повышенная энергетика, вы знаете? Она просто-напросто вытесняет, то есть, вот, ваша энергетика вытесняет, это самый лучший иммунитет, энергетика повышенная. Она вытесняет разного рода микроорганизмы, которые у вас имеются. То есть, благодаря тому, что у человека снижается энергетика, ну, грубо говоря, после переохлаждения, переутомления, после стресса, и плохого питания, там, и так далее, у него, Бог говорит, он становится просто-напросто куском мяса, на котором могут паразитироваться. А как только энергетика возрастает, она это усю, усю, понимаете, вытесняет. И вот они все это, там, которые занимались, выздоровели, это все там было написано в научном журнале и так далее, и так далее. Я самодумывал об этом говорил, я ссылаюсь на него. Вот найдите эти видео, в которых он рассказывает, их не так уж много, про эту гравитационную гимнастику и так далее, и так далее. И вот вы как раз вот опишите, как вы, значит, вылечили у себя рассеянный склероз. Вот это будет интересно. Да, мы с вами беседуем, я не хочу никого обидеть и так далее. Ну и что там дальше мы едем? Едем дальше. Аутоиммун, карасинный склероз и прочее. Здесь, значит, пользователь KG8UF2SH2V 3 часа назад пишет, «Меня тоже тут удивляет цена гимнастики в Серпухове, 10 тысяч за занятия». А я, знаете, начинаю понимать, почему такая цена, чтобы... То есть, самодумав, он, как и я сейчас, он понимает ценность этой гимнастики, этой гимнастики, что она может творить чудеса. Это раз. И для того, чтобы не лезли разного рода там люди, которые вот из любопытства или еще из-за чего-то там придут там, ну не знаю, знаете, вот как, грубо говоря, есть в спортзале несколько человек, можно так сказать, профессионально там качается, занимается, а остальные приходят так, от безделья там, что-нибудь поднял, не поднял, смотрят, ага, бивень вырос, не вырос и так далее. Потом говорят, да, я занимался там, и ничего нету. Так вот, примерно и так. Ну, на мой взгляд... Ну, не знаю, он... Дело в том, что вот... Я практически все посмотрел по революционной гимнастике. И он собирал конференцию, показывал, насколько это полезная вещь, насколько она может творить чудеса там, и вылечивает онкологию, и вылечивает там псориаз, и вылечивает тот же российский склероз и так далее, так далее, так далее. И знаете, и что? Официальная медицина, вот это люди, больные люди у белых халатах, которые вот сидят на ставках, на полторы ставки, две ставки и так далее, и так далее, и так далее, и думают, что они лечат, так вот они лечат. Они сами больны, они не заинтересовались этим. Вообще, от слова вообще. Поэтому он уже, да, как говорится, иди все конем. Так, хотя, если думать о перспективе, то, наверное, смысл есть. Смысл есть о перспективе. Это уже человек, бунт о перспективе. Мы столько тратим на всякую аренду и не считаем это расходами. Ну, это и есть такое, да. Я так прикинул, что если провести у них несколько занятий, понять смысл, усвоить культуру движения, а потом купить тренажер на рычагах. Ну, я был где-то, наверное, три занятия в Серпухове. Что я хочу сказать? Общался с самодумом. Не он, не его, будем говорить, эти самые помощники, которые тебе блины там навешивают. Они ничего особо не рассказали о этой гравитационной гимнастике, что что-то там, как делается. Ну, так вот, примерно так, примерно сяк. То есть, информации практически не было никакой. Вот ты кроме что видишь, что ага, вот так поднимается, это вот так вот. Что, что, как, чем поднимать, как поднимать. То есть, внешне ты видишь. Ничего, вот лично я от этих трех занятий не схватил для себя. Так. Значит, далее. Я написал, лучше у меня позаниматься. Оцени договоримся, насколько я знаю. Я дальше всех ушел, занимаясь на этом тренажере. Вот, насколько я слышал, вот те слухи, что до меня там дошли, насчет занятий тренажера. Ну, у меня своя собственная методика, которую я кое-где там проверил на людях, которые ко мне там приходили. Вот. И плюс, естественно, на себе самым любимым. Я стал и становлюсь совершенно другой личностью. Это очень важно. Идет трансформация. Есть разного рода подводные камни и так далее, и так далее, и так далее. Но я это прошел. Четвертый год идет. Если так сказать. Март, апрель, май, июль. Вот, значит, три года и четыре месяца я занимаюсь этим делом. Дошел, почувствовал, почувствовал, вот, ну, совершенно иное. То есть, личность и тело преобразуется. Это такое непередаваемое, значит, ощущение. И, то есть, я знаю, как это уже сделать. Мне кто-то там подскажет, не подскажет, и так далее. И вот, пользователь этот же говорит, спасибо, Петрович. А я прошел недавно, что вы закончили набор учеников. Хотелось бы с вами позаниматься. Значит, действительно, с чем я столкнулся? Вот, с учениками. Приходят люди. Вот один тигран оказался человеком дисциплинированным. Приходит каждую неделю, по недельник занимается. То есть, это для него самое первое стало. На первом месте стоит по значимости. То есть, шкала ценностей. На первом месте стоит занятие. Из-за динамической гимнастики в 9 часов утра, в понедельник. А потом все остальное. Семья, работа и 5-е, 10-е. Так он, благодаря вот этому, он уже отрывает вес штанга на поясе 680 килограммчиков. Он уже почувствовал это. Он уже вкусил то, что те плоды, которые может давать эта гимнастика. И он говорит, вот, заниматься, заниматься. Все же остальные, которые приходили, которым надо приходить, с больными спинами и так далее. Позанимавшись раз, два, почувствовал улучшение. Даже я особо там никаких денег не брал, ничего. Я говорю, вот вы позанимайтесь. А потом вы уже сами там оцените, что, что и как там стоит там платить. Ушли и изредка возвращаются, когда им опять припечет. Они придут, опять позанимаются. Все эти позвонки станут там на место и так далее. Ага, дальше можно. А об укреплении никаких вещей. А о развитии, чтобы еще каких-то вот этих развитий своих потенций, развития своих творческих этих стихий. И нету и речи. И я вот это вот подумал, подумал. И что я, вот опять-таки, и что я буду вас тянуть сюда, тянуть сюда. Тем более это мой собственный дом, я здесь живу. Ну, вот, а вы тут будете говорить, а это мне некуда, а вот это, а вот время-то такое. Вот если вы сможете, у понедельник, у понедельник, вечером, а лучше всего утром. Другое дело. Ну, скажите, до работы, да еще что-то, да опять. Ну, короче. Короче, поэтому, поэтому, закончен набор, хотел бы позаниматься. Ну, вот хотели бы позаниматься, значит, позанимаемся. Они хотели, значит, ну, что поделаешь. Так. Это что касается, значит, вот как раз этой гравитационной гимнастики. Дальше мы идем. Мимик, 9939, три часа назад пишет. Добрый день. Третий день голодания. Утром выпила воды, а, и тмин. А что это за голодание, если вы пьете воду и тмин? Ну, воду нормально. А зачем вы тмин пьете? Это уже не голодание. Это просто какая-то своеобразная такая диета, которую вы себе придумали. То есть это говорит о том, что человек не понимает, что такое голодание. Он думает, что если он пирожок не ест, а компот пьет, это голодание. Утром выпил воды и тмин минус три килограмма. Но появились боли на всю брюшную полость, особенно в нижнем отделении. И при надавливании, то очень больно. Когда человек начинает голодать, голодать, все, что у него скрыто, скрытые, грубо говоря, болячки, недомогания и прочее, 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 голод начинает выковыривать. Об этом же я рассказывал, что кризисные явления, тара-та-та-та-та-та-та. То есть у вас, прежде чем вы что-то начнете делать, об этом я уже десятый раз говорю, должна быть какая-то теоретическая позатуха. Чтобы вы своим разумом понимали, что вы делаете и что с вами происходит. Я думал, что у меня проблемы с печенью. Ага, анализы показали повышение трансаминаз, мочу не сдавало. Что мне делать дальше? Я написал, бросать и обучаться ведению ЗОЖ только по моим книгам и по моим видосам. Чтобы у вас не было какого-то разночтения, что если вы пьете компот или там чай на травах и так далее, вы голодаете. Нет, это своеобразная диета. Я об этом уже много раз говорил. Я об этом много раз говорил. Но люди не понимают, они не тренируют себя к голоду, никак они не готовятся. Они не узнают свои реакции организма на тот же голод, на вход в него, на проведение, на выход. На прием, допустим, грубо говоря, того же там тмина, сколько там они, там этого сата тмина. И потом получается, что вот-вот-вот это такое все и это. Вот якобы лечение с помощью там таблеточек и так далее, оно, знаете, как бы мягко вот что-то болит, оно только раз-раз-раз-раз и перестало у вас болеть. И все прошло. Вот это, мол, лечение, вот такое должно быть. Считают. А на самом деле оно совершенно иное. Как болезнь входит в виде кризисных проявлений, температуры и так далее, так точно так же она и выходит из организма с такими же кризисными проявлениями. И об этом тоже это официальная наука там говорит. Ну, официальная наука, знаете, вот есть знания, знаний очень много, которые-то там добыты, все там подтверждено и так далее. Но мы будем пользоваться вот этими вот. А это все нам не надо. Никакой там этой самой изодинамической гимнастики, никакого там голода не надо. Вот, как говорят, от рассеянного склероза, ахварма. А рассеянный склероз и голодом берется, и изодинамической гимнастики берется там. И да, и если там копнуть, и еще там. Но мы знаем, вот, люди в белых халатах, которые больные, больные, понимаете. Одно дело лечить болезнь, а совсем другое, быть самому здоровым. Это разные вещи. И люди в халатах, будем говорить, леча других, как они там считают, нужным, согласно протоколу, они сами становятся больны. Потому что они там постоянно присутствуют вот в этой болезнетворной ауре. И посмотрите на них. Я посмотрел, да там ни одного здорового человека. То так, то сяк, то пятое, то десятое. Но мы, мы, мы мыки. Так. Так, значит, ответил, что мне делать дальше? Бросить все, бросить все и читать. И начинать с простых вещей, таких как ходьба. Чтоб вы начали ходить. Ну, давайте дальше. Вот еще пользователь RW6ER9IW4W3 часа назад пишет. Здравствуйте. Но ведь витилиго, это тоже аутоиммунное заболевание. Значит, я слышал, там где-то на Кубе они там что-то там лечат, что-то еще, что-то еще и так далее. Я уже как-то вам говорил. Но еще разок повторю. Майкл Джаксон. Всемирно известный певец, который 49 лет почил. Майкл Джаксон. Где-то, когда ему, он довольно-таки молодым человеком был, у него была такая шевелюра, как у Анжелы Дэвис. Снимали рекламу. А то вы можете даже найти, это видео есть. Снимали рекламу, пепси-колы с его участием. И по какой-то причине он там оказался вблизи осветительного прибора. И у него эта шевелюра вспыхнула. И как раз есть. Она вспыхнула, он бегит, а тут голова горит, волосы горят. То есть это сильнейшее переживание. То есть, как мы говорим, стресс. Эмоциональное потрясение, которое надо убрать. И после этого, этого, у него возникли белые пятна. Вот такие вот, как у меня, белые пятна. Ну, так как вот рассуждает белые пятна, надо, значит, их как-то это самое, заколбасить. Ну, разных методов лечения огромное количество. Но, вот здесь вот, знаете, я так считаю. Вот ученые несут такую чушь, проверить которую обычному человеку невозможно. Поэтому они безнаказанно там рассказывают, что вот это лечит, вот это вот пересадки, вот это то, вот это та-та-та-та-та-та-та-та. Вот это лекарство, а вам не помогло. А вот здесь за пять миллионов, которые наверняка поможут. Вот только, только вот достаньте пять миллионов, и вы можете по миру, значит, с протянутой рукой пойти как-то нашибить эти пять миллионов. И ничего не выйдет. И вам тогда скажут, ах, да это ж у тебя аутоиммунное там заболевание. Ну, короче, с Майклом Джексоном, так как у него есть мани-мани, были мани-мани-мани-мани, большие мани-мани-мани, знаете, надо сделать так, чтобы по максимуму ограбить этого доверчивого человека. И они ему сказали, Майкл, а зачем мы тебя будем там лечить или еще что-то делать? Давай мы сделаем так, что мы тебя обесцветим. Ты будешь белый. Представляешь, ты будешь белый человек. Майкл развесил уши. Да вы че-то. Да. И, короче, а как это делается? Это делается с помощью того, что человек теперь непрерывно в течение каждого дня, недели, года и так далее, и так далее. Видите, и так далее, и так далее. А видите, сколько там натагдалилось. Принимает вот эти лекарства, которые обесцвечивают, то есть подавляют выработку пигмента клетками кожи. Подавляет. И он стал беленький. Неестественно беленький, если вы посмотрите. Вот тут близко, как бы сказать, к коллопеции, только волосы-то остались. То есть его обесцветили и посадили на таблеточки. Давай, Майкл. Ну это, о! Естественно, эти таблеточки, которые принимают, которые подавляют работу вот этих вот выработки пигментов, они, во-первых, подавляют организм. А, во-вторых, их надо еще выводить из организма. И он продержался на всем этом, знаете, вот пока есть жизненный потенциал, 49 лет. И нету, нету человека, у которого вот голова работала в сторону музыки. Тут он был богом. А вот в сторону своего здоровья, а он что-то вот, ничего не изучал, ничего ему не надо, что ему сказали. Он там какую-то там травку ел. Какую там травку есть, если ты горстями таблетки ешь? И вот это его и хватило, всю эту жизненную силу он выжиг и, пожалуйста, скончался. С деньгами, с этим, со славой, с признанием и прочее, прочее, и прочее, прочее. Нету. Из-за того, что не интересовался, как это работает, как эти таблетки будут работать. И как работают другие методы по лечению того же, там, витилига, и рассинного склероза, и ряда там других заболеваний, гипертонии, ангины, там, псуриаза. Дальше не буду говорить и прочее, прочее. Это вы уже сами добавите. И вот, 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 и тут тоже человек, пользователь этот, совершенно своей головой не рассуждает. То есть он видит вот так вот, а вот так он уже не может посмотреть. А я тоже смотрел вот так вот. Я так смотрел, да. Как и все мы, я смотрел вот так. Я свято доверял людям в белых халатах. Они же знают. Знаете, вот создается какое-то мнение, что они знают. А потом, когда, как говорится, посмотрел, вот как это самое, оказывается, а король-то голый. Не лечить, не себе помочь, не могут. А считает вот это все, вот эта индустрия, о, она, мол, работает, о, она, вот, а что-то доделает. Так, она вам так и не поддалась. Она вам так и не поддалась. И на эту, значит, вот это вот так и не поддалась. Я перестал обращать внимание и за счет вот этих белых пятен я приобрел нечто другое, нечто другое в своем сознании, которое позволяет чувствовать себя человеком, а не какой-то, грубо говоря, знаете, вот, каким-то инвалидом, каким-то ущербным. Вот это вот стеснение, ущербность и прочее, прочее, которое присутствует в огромном количестве, практически у каждого человека. Редко там какой человек, без всякого рода комплексов. Вот это мне позволило вот от всего этого отделаться. И даже, можно сказать, вот, интересно, как бы сказать, не было, как говорится, не было бы это самое, счастье, да несчастье помогло. Ну, представьте, я был на Первом канале ведущим и ушел сам. Это вообще, знаете, это такая вещь, сами люди оттуда не уходят. Они там, будем говорить, вцепились в эти деньги, вцепились в это любыми средствами, они там держатся. Кит, кит перед вами, самостоятельная личность. Недавно я смотрел фильм интересный такой, восточный, и там говорит, человек должен быть, как китайская монета. Китайская монета, сейчас, если я найду. Китайская монета. А, ладно, я это все вставлю, найду китайскую монету в интернете. Круглая снаружи и квадратная внутри. Квадрат внутри – это вас, стержень. Вот этот стержень выкувывается в течение жизни. И вы становитесь самостоятельной личностью, повлиять на которую невозможно. Благодаря вашим знаниям, которые проверены вашим опытом. Вашей жизнью они проверяты, выковаты. А вокруг, вот вы кругленький, все, вы можете контактировать со всеми, со всеми, со всеми, со всеми. Но внутри остаетесь сами собой. Вот это другое дело. Поддалась, не поддалась. Поговорим на эту тему. И как раз я поговорил на эту тему. Ну и закончим. Закончим следующим комментарием. Юзер ТЛ1НФ5ИС3Н И, Нарин Петрович, я вас люблю. Благодарю. Я вас тоже люблю. Я с вами побеседовал с любовью. Без вызова, без всего. Я рассказал, я открылся. Многие люди стесняются открываться, рассказать какие-то там тайны, какие-то там свои изъяны, еще прочее, еще прочее. Я все это открываю для того, чтобы стать более совершенным. И избавиться от всех этих комплексов. Почувствовать силу. Не комплекс над вами, это самое, давлеет. И прижимает. Он ушел с телевидения, потому что у него белые пятна. Ой, 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 ой. Ой, целитель. А из-за того, что вы все это преодолели, вы стали гораздо сильнее. Сделайте себя гораздо сильнее. Так, я вас люблю. Я вас тоже люблю. Благодаря вашим книгам и вашему опыту. Опять-таки, опыт пускай там и мой. Но в книгах знания собранные, я в который раз подчеркиваю, это общечеловеческие. Это не опусы мои, которые я там, знаете, что-то там рассказываю. Это общечеловеческие знания. Вы имейте здравый рассудок, чтобы это все понять, отделить и применить для себя. По-другому стало относиться к жизни, к оздоровлению. Но, благодарю. Вот, и на этой, так сказать, ноте и закончим вот этот наш опусик. Субтитры сделал DimaTorzok